Астрологи прогнозируют, что будущий год будет полон сюрпризов, как приятных, так и не очень. Ну, тигр мы знаем, что животное вообще-то лесное, не домашнее, поэтому нужно все-таки ожидать все те задоры, раздоры, которые можно ожидать от диких зверей. Оно, зверь таинственная, и, соответственно, можно ожидать всякие сюрпризы. Наступающий 2022 год будет полон взлетов и падений, поэтому его нужно встречать открыто. В компании родных и близких за столом, накрытым разными яствами. Помимо традиционных блюд, на праздничном столе обязательно должно быть мясо, сладости и фрукты, обязательно яблоки. Из праздничных нарядов, по словам астролога, лучше исключить красный и черный цвета. Я бы порекомендовала, так как все-таки год еще и под покровительством, так скажем, Венеры. Лучше одевать вещи голубого цвета, бирюзы, в общем, цвета Венеры. И, соответственно, делать еще акцент на большие компании. В этом году можно встречать Новый год очень активно, очень весело. И делать очень все с любовью, потому что Венера еще и планета любви. По словам астролога, самым удачным будущий год будет для водных знаков зодиака – рыб, скорпионов и раков. Повезет всем знаком зодиака со стихией воды. В стихии воды входят рыбы, скорпионы и, соответственно, рак. А также более, скажем так, поменьше, но все равно повезет всем знаком зодиака со стихией земли. Это будет в первой половине года. Те знаки, которые в стихии огня, у них очень благоприятное время для решений, для чего-то такого интересного для себя изменить. Стоит отметить, что согласно китайскому календарю, год Тигра начнется 1 февраля и будет длиться до 21 января 2023 года.